Привет, друзья! Близятся новогодние праздники. Ну что ж, и такой выпуск я постараюсь снять для вас. Пришла ко мне посылочка, покажу вам, что я себе купил также в новогодние праздники. Вот такую вот коробку, я раздобыл, мне передали, еще не разбирал. Ну, довольно она прикольная и так выглядит, конечно, интересно, потому что сделана такой хендмейт, но в новогоднем стиле довольно интересно. И еще со мной будет небольшой друг в этом выпуске. Вот так вот он выглядит. Скоро вы увидите, откуда он появился у меня в одном из выпусков на основном канале. Вы это увидите. Ему нужно придумать имя. Он будет со мной во время всех новогодних праздников и зимой сопровождать мои выпуски. Так что давайте придумаем ему какое-нибудь денежное имя, и он будет сопровождать наши обзоры. Так, ну что, поехали. Во-первых, коробка. Вот такая вот коробочка. Наверное, это была какая-то или конфеты, или что-то еще. Непонятно. Ну, прям такая, знаете, подшитая, старая. Наверное, каких-то 80-х годов. Здесь, я думаю, ничего такого супер особенного нет. У меня есть ролик про елочные игрушки. Там действительно прям ценные, редкие. Есть еще второй вариант этой игрушки из ваты по пьемаше. Они гораздо раньше по времени и по ценам в каталоге мы можем посмотреть, что они действительно гораздо дороже могут оцениваться, чем некоторые игрушки даже из стекла. Хотя нужно тоже смотреть индивидуально. Давайте посмотрим, что у нас есть по елочным игрушкам. Какие игрушки вот сейчас у нас продавались. Здесь особенность именно конкретно этого, этой коробки. То, что она у меня лежала в... Вот мне ее передали, и она лежала в шкафу. Ну что, собственно, тут и ничего нет. Мы видим какие-то вот эти штучки. Наверное, помните, если вы такое видели в детстве, она разматывается и бросается. Я не знаю, как она называется. Видимо, я не застыл. Какие-то ключики. Что тут можно посмотреть? Ух ты, е-мое! Что это такое? И зачем это нужно? Кто это знает? Это, наверное, страх осматика. Всякие такие штуки. Так. Обычные простые елочные игрушки. Недорогие. Все какие-то в пыли. Ну вот, в целом. О, есть даже какая-то газетка с дождиком. Вот все. Больше ничего. Короче, ничего интересного вам не показал в этом конкретном выпуске. Но пахнет так стариной, скажем так. Эта коробочка. Ну, наверняка у вас есть что-то интересное из игрушек. Посмотрите, потому что есть игрушки очень дорогие. Рядышком разместим нашего друга, который пока еще без имени. И посмотрим, что же ко мне пришло сегодня на почте. Я почти каждый день прихожу на почту. Какие-то прикольные подарки, посылки получаю от подписчиков и от аукционов. А здесь нож до сих пор не выбрал. Смотрите. Посоветуйте мне хорошее клинок. Кидайте в комментарии название лотов, где можно купить хороший нож для распаковки. Что-то прикольное и интересное. Ну что, распаковываем. Та-да! Это гривна киевского типа. Друзья, посмотрите, какая она. Она в латуне. Латунная гривна киевского типа. У меня, я показывал уже железную. Выглядит довольно прикольно, довольно интересно. Видимо, их делают где-то и по таким вот стандартам отливают. Ну, довольно гляньте, она такая старая, затертая, может, и полировалась. Не знаю, методику изготовления конкретно данных гривен. Ну, вот такую вот гривну он встретил на аукционе. Решил, что она отлично дополнит мою коллекцию. Вот с той гривной, которая была в прошлом выпуске. И вот она, вот так выглядела эта гривна, которую я получал на основном канале видео. Есть, можете посмотреть. А здесь вот такая прям, можно сказать, золотая, довольно прикольная. К сожалению, она не оригинальная и даже не производство НБУ. Хотя, кто его знает, кто его делал, эти гривны. Я мечтаю купить себе настоящую гривну киевского типа. Она, конечно, больше 1000 долларов стоит. Ну, думаю, в будущем, в 2020 году, я думаю, у меня появится гривна киевского типа, оригинальная. Насколько это можно доказать оригинальность таких гривен? Ну, в целом, есть каталоги, есть форумы, где обсуждают. И вот такие вот гривны, действительно, они были к средствам накопления, накопления денег, средствам накопления богатства. И ими, понятное дело, никто не платил там на рынке, потому что она довольно дорого стоила. И много в ней было серебра. Там 164 грамма серебра вот в таком вот слитке. Здесь, к сожалению, пока у меня весов нет, не могу вам показать. Ну, вот такая вот гривночка. Ну, что ж, друзья, спасибо вам за то, что посмотрели этот выпуск. И пишите имя для этого друга. Скоро я покажу его в следующем своем выпуске. Вы узнаете, какая же у него история появления данного монетного друга. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok